Она актуализировала тему вот этого мультикультурализма, потому что связывают эти убийства в том числе и с этим процессом. Какой сигнал обществу и миру, наверное, так высокопарно может быть звучит, вот эта дова трагедия, которая случилась в Норвегии? Ну, видите ли, во-первых, я хотел бы совершенно четко расставить точки над «и», что речь идет о человеке больном, о психопате. То есть ни за какие идеи убить такое количество абсолютно невинных людей невозможно. И вот этот меморандум, ну вообще полторы тысячи страниц написать, вот всяких там, да еще там раскрасить, вот как я смотрел в интернете этот текст со всякими там завитушками в готическом стиле. Это меморандум 2082 года. Да, 83. Ну, то есть это откровенная патология, там нечего обсуждать. Что же касается вот этой проблемы мультикультурализма, видите ли, есть очень серьезное заблуждение. Считается, что вот сторонники теории заговоров, которых очень много, в общем, и у нас, и в других государствах, считают, что вот этот рост культурного, религиозного, языкового многообразия, он организован. Там некая группа преступников, там, вот как у нас там очень многие любят говорить, там, волосатые руки Сороса, там, мировая закулиса, какие-нибудь там, сионские мудрецы, там, бог знает кто. На самом деле рост культурного многообразия – это совершенно естественный процесс. И политика мультикультурализма – это попытка ввести этот процесс в некоторые рамки, создать какие-то правила игры. Это здесь можно провести аналогии с глобализацией. Вот тоже антиглобалисты считают, что глобализацию выдумали некие там, там, финансисты, какое-то тайное сообщество, которые там где-то сидят и дергают за ниточки. На самом деле глобализация – это совершенно естественный процесс, который определяется просто техническим прогрессом. То есть, производительность труда резко возросла, появились средства связи, транспортные средства, которые позволяют людям больше производить, больше путешествовать, больше потреблять. И этот процесс невозможно остановить. Европейский союз – это не источник глобализации, а способ ввести глобализацию в некоторые рамки, установить некоторые правила игры в интересах европейцев. Точно так же и политика мультикультурализма – это некая попытка некоторых государств ввести процесс роста культурного многообразия в некоторые рамки, удобные для участников этого процесса, удобные для самих людей. Вы разделяете точку зрения ряда экспертов европейских, которые высказали мнение, что Брэвик мог появиться, в том числе и вследствие вот этого процесса глобализации, исламизации, мультикультурализма и так далее? Нет, не разделяю, я не буду… Понимаете, человек может свихнуться на чем угодно. Вот этот свихнулся на мультикультурализм. Ну, не нравится ему, что вот там вокруг ходят люди, которые одеваются по-другому, говорят на другом языке, исповедуют другую религию. То есть, это защитная реакция больного организма. То есть, да, понятно, в общем, человеку всегда свойственно защищать свой комфорт. И когда рядом появляются люди, которые по каким-то признакам от него отличаются, это всегда дискомфорт. И вот здесь возникает вопрос о том, как поступить, постараться избавиться от этих людей. Ну, мы знаем, наверное, было много в истории таких попыток. Вот исторически последняя, наверное, это вот все эти расистские теории там нацистов. И они действительно попытались просто физически уничтожить тех людей, рядом с которыми жить они не хотели. Там сперва евреев и цыган, потом славян и так далее. Ну, это крайнее проявление вот такого вот расистского подхода. Другой подход, вот современная, как бы такая либеральная политическая философия, утверждая, что все люди равны. И что нужно искать компромиссы, нужно искать возможности как-то жить вместе, рядом. И Латвия в этом смысле дает очень хорошие примеры. Ведь действительно, я всегда говорю, что Латвия в этом смысле меньше подвержена каким-то опасностям. Потому что в Латвии есть исторический опыт. Здесь всегда жили люди, которые принадлежали к разным конфессиям. Говорили на разных языках, в которых были разные культурные обычаи и традиции. Тем не менее, в Латвии никогда не было насилия на этнической почве. Но тем не менее, посмотрите, в меморандуме Брейвика выделены пять, на его взгляд, достойных партий в Латвии. В отличие от Литвы, где выделена одна, и Эстония, где выделены две. Ну, грустно. Это, конечно, для нас очень плохое. В связи с того, что Брейвик у нас в стране нашел каких-то своих сторонников, в большей степени, он приезжал в Латвию из Вестфакт. Даже с кем-то, наверное, встречался. Да, к сожалению, да, это меня не удивляет. Это для нас тревожный звоночек. И то, что мне еще больше кажется тревожным, это то, что некоторые из людей, которые претендуют на то, чтобы называться политиками, ну, фактически пытаются Брейвика оправдывать. Это Янис и Эсал Мекс. Да, Эсал Мекс, например. Это, я думаю, что он, конечно, большую свинью подложил своей собственной партии. В общем, но, конечно, это не первый такой эксцесс с его стороны. И то, что сегодня у латвийской политики нет вот таких четких границ, что можно в приличном обществе и чего уже нельзя, это, конечно, очень серьезная проблема для нас. Поэтому, да, конечно, такие попытки будут, но я очень надеюсь, что все-таки медицина у нас окажется на достойном уровне, потому что правоохранительные органы, потому что действительно, ведь технический прогресс проявляется еще и в том, что сегодня один сумасшедший может нанести такой ущерб, который там сто лет назад не могла нанести целая армия. Вот классический пример, это 9-11, атака на башни Близнецы, ведь вообще без всякого оружия, это там три десятка фанатиков сумели сделать что-то такое, чего, ну, наверное, там Советскому Союзу со всей его ядерной мощью было трудно сделать в свое время. Поэтому опасность вот таких патологий для общества, конечно же, становится намного больше, но это уже не вопрос идеологии, это вопрос самозащитных реакций, самозащитных механизмов общества. Я когда готовился к интервью, я просмотрел специально интернет-фейс.